Я понял, что у нас происходит. Мне кажется, вообще футбол — это традиционно не наш вид спорта. Мы всегда в хоккее были сильны. Я помню себя по молодости. Мы никогда футболом не увлекались, мы всегда увлекались хоккеем. Хоккей для нас — это был тот вид спорта, который был нам интересен, который мы знали. Мы болели, знали всех хоккеистов. Пробирались на стадионы, где они тренируются, клюшки у них выпрашивали с надписью. Потом хранили это все. А футбол всегда что-то как-то... Это для американцев, для них футбол. У них там есть бейсбол, регби, американский футбол, обычный футбол для них. Что-то там на каких-то задних позициях. Мне кажется, традиционно просто нас за уши притягивают, заставляют играть в тот вид спорта, который у нас никогда не был на определенном уровне. Мне так кажется. И честно вам хочу сказать, это нормально, потому что сам по себе вот этот психоз безумный по поводу футбола, эти миллиардные совершенно какие-то миллиарды, которые там крутятся, этот фальш игроков, это все как-то там подстава. Я не верю там ни одному вообще движению футболиста. Мне кажется, настолько это в рестлинг уже превратилось. Потому что там, где такие деньги крутятся, не может идти все на самотек, пущено мое личное мнение. Там все, мне кажется, срежиссировано. Все это как бы подставлено. Такой глобальный рестлинг, и вот эти стадионы, вот эти людей там ревущих, которые раскручивают энергетику вот эту страшную, куда-то там они ее отправляют. Это, на мой взгляд, вообще как бы недостойно дарболевать человека. И не знаю. Но, тем не менее, вот пытаются у нас, да, и чемпионат там провести, и все такое. Ну, мне кажется, в принципе, это же так, раз это бизнес, нужно подходить очень прагматично к этому. К этому нужно подходить прагматично. По большому счету, неплохой вид спорта. Но если уж решили его развивать, то тогда, ну, изначально нужно позволять это делать прямо с минимального уровня. Потому что, ну, вот сколько я тоже по жизни шагаю, все время одни какие-то только негативные ситуации, связанные с футболом с детства. Кто-то что-то захотел эту школу открыть, там ее закрывают, там людям не дают, не закрывают. Полно талантливых, понятно, найдется, как бы, ребят, которые там дадут, я не знаю, фору и Месси, и кому угодно. Но не дают, вот запрещают у нас время, мешают, там, вот закрывают. Эти футболисты, где их вообще набрали? Непонятно, что у нас в стране, нельзя было там найти, поездить по глубинкам, найти талантливых ребят. Мало того, что этого не делается, они еще даже тех талантливых ребят, которые и собираются прийти, закрывают. Мне дают, я как по шоу-бизнесу просто знаю, у нас главное, то есть тебе не дать, закрыть, запретить, не пустить. Вот я там, допустим, какой-нибудь там звезда, сижу там, я все, и никого, никто не рядом не должен существовать. Я пока в могилу там на Новодевича не отправлюсь, вот, вот вам всем, там песня на радио или еще что-нибудь. И то же самое, я уверен, в футболе происходит, что ты просто не сможешь туда попасть, потому что ты хороший игрок или там перспективный какой-то спортсмен. Коррупция, мне кажется, вот что мешает, надо давать людям шанс, возможность. Вот, так что я вообще на футбол как-то меня не интересует, для меня это страшная энергетика, неприятная, неприемлемая, и я вот там хоккей люблю, футбол.